Итак, сейчас у нас будет скайп-включение с очень красивой женщиной, с удивительно мудрой и отважной. У нее, у этой женщины, у Алены, позывной Юрза. Эта змея достигает длину двух метров. Голова у нее похожа на наконечник копья. Она обитает в пустынях, ущельях и на склонах гор. Атакует неожиданно из укрытий, совершая броски на длину своего тела. Укус ее смертелен. Латинское название Юрзы «випера лебетина» означает «гадюка гробовая». Ну и вот при таком грозном позывном Юрза, Алена, мать двоих детей. Могу вам больше сказать, украинские спецслужбы утверждали, что по современным террористическим подпольям в Одессе до событий 2 мая руководила женщина по прозвищу Гюрза. Ждем, когда возьмет трубку. Алло. Алло. Отлично. Леночка, здравствуйте, доброе утро, доброе весеннее утро, поздравляю вас с наступившим 8 марта. Я вижу, вы включаете камеру, и я сейчас, да, вот, мы вас видим. Здорово. Встретиться с нами в скайпе, поговорить. Я вам тоже очень благодарна, что вы меня пригласили. Тоже хочу поздравить вас с праздником весенним нашим женским днем международным. Женщины свой праздник когда-то за него боролись. Мы продолжаем там жить. Да. Ну вот, я посмотрела, я, конечно, поражена и вашими наградами, ну и вашей отвагой. В общем, у меня даже слов не находится, чтобы выразить все свое уважение, восхищение перед вами. Скажите, пожалуйста, у вас офицерское звание? Нет. Нет? А можно озвучить какое или нет? У меня нет звания. Вообще вы... Я просто студент университета МВД. Какого города? Какой страны? Позвольте мне... Украина, города, Одесса. Вот это да. Был факультет у меня финансово-экономическая безопасность, правовер. К сожалению, не дали закончить. То есть оно у вас незаконченное выше? Угу. Я должна была выходить на сессию, а в это время я уже была в Москве. После событий 2 мая в Одессе. То есть вы из Одессы сразу сюда приехали, в Москву? Ну, сразу мы поехали в Луганск. Угу. 3-го числа мы уже были в Луганске. Вот. Естественно, ну, Луганск-Луганск, мы понимали, что надо ехать, просить помощи. Естественно, нас 4 человека уехало в Москву. А потом уже отсюда вы переехали, снова туда поехали и стали, вошли в ополчение, правильно? Так точно. Так точно. Я поехала с гуманитарной миссией. То есть мы повезли гуманитарную помощь. Ну, так получилось, что... Вот. Делай, что должен, и будь, что будет. Слушайте, ну, я прочла, что вы не можете рассказать, ну, вот в комментариях той фотографии, где у вас крест, да, ну, одна из наград, что вы не можете пока сказать, за что. Что, это до сих пор еще покрыто грифом тайны, секретный? Ну, будем говорить, за честь и добро, да? Ну, кто бы сомневался, еще бы, такие награды просто так не получают, естественно. Ну, в общем, я поняла, хорошо, нет так нет, я понимаю, что есть вещи, ну, которые еще нельзя приоткрывать. А есть? Ну, разумеется, вот сейчас мне... Я пробовала, когда вот я вчера готовилась к встрече с вами, я пыталась примерить на себя вот вашу шляпу, да, условно говоря. То есть, а как бы я себя чувствовала, смогла бы я взять оружие, ну, пойти на войну, на фронт вообще, в принципе. Знаете, вот, честно говоря, я подумала, что да, я смогу тоже. Ну, вот, ну, это касается лично моего мнения, моего внутреннего вчерашнего ощущения. Другой разговор, что, ну, то есть, вот я себя представила, что я могу взять оружие, а что дальше, да? А вот как женщины живут на войне в принципе? Вот это очень... Тема, наверное, закрытая, об этом мало кто говорит, а мне очень интересно на самом деле. Вот скажите, пожалуйста, Леночка, от чего пришлось отказаться? От каких там женских привычек, штучек? Насколько это было сложно? Абсолютно никак не отказывались ни от каких женских привычек, в парикмахерскую ходили, приводили себя в порядок, все как обычно. Да ладно? Правда? Да, конечно. Смотрите, вот... Если ты женщина, то ты и на войне будешь женщиной. Вот это да. Неважно, в каких ситуациях, ну, конечно, было такое, что там влажные салфетки же всегда у женщины есть, правда? Слушайте, ходили, все равно, вот, наверное, это неистребимо, да, что хочется и выглядеть хорошо, да, то есть не позволяли? Конечно. Ну, вот мы когда ездили... Вспомните что-нибудь интересное. Мы слышали об одной операции, называется... Караван смерти нас назвали. Нас тогда три раза похоронили, ну, красмей. Да-да-да, слышала. Мы вывозили груз-200 из Луганского аэропорта, а ничего, ну, мы фактически сутки-полторы в дороге, вот. И? Нормально. На мосту мы хорошо смотрелись. Комплименты нам сделали. Ну, то есть, перед окончанием, ну, своей миссии вы достали все зеркальца, да? Подкрасили губки. Конечно. Что, правда так и было? Конечно. Ой, какие вы умницы. Мы всегда хорошо выглядим. Какие вы умницы. Ну, на самом деле, вот это удивительно, что и на фронте женщины... Ну, я на самом деле, когда смотрела ваши фотографии, я видела, что ухоженные женщины с пулеметами, с автоматами, там, в маск-халатах и так далее. Ну, это, знаете, разрыв шаблона, на самом деле. С накрашенными ресницами. Дело в том, что, да, нету здесь никаких, в принципе, разрывов шаблона. Просто всех, как говорится, государственный переворот и вот эти боевые действия всех застали, вроде бы, как врасплох, да? Но в то же время, ну, вот, какой жизнью ты жил, такой ты продолжаешь жить. Единственное, что в военное время. Ни больше, ни меньше. Понятно. То есть, я правильно услышала, что у вас даже не было какого-то периода адаптации, да? То есть, вы из мира в войну попали. Не было такого? Ну, как бы сказать, из мира, ну, смотрите, у нас в Одессе произошли такие события, то есть, у меня 2 мая было шоковое состояние, честно говоря, была на греческой, когда на моих глазах, будем говорить, моих товарищей, знакомых, с огнестрелов расстреливали. Я уже тогда понимала, что это только начало того, что задумывала, как говорится, вот эта хунта, которая пришла путем вооруженного переворота. То есть, 2 мая в Одессе, она показала нам, что они не остановятся ни перед чем, и они пойдут дальше. И это все. В принципе, как бы, уже когда мы приехали в Луганск, я поняла, что это только начало. Вот, все. Поэтому, я думаю, что и сейчас они не успокоятся, потому что, ну, не забывая, как будто фория, в моем понимании. Потому что, как были обстрелы, так и идут со стороны веселых. Вот. Более того, к хунте нужна война. Украина давно уже в дефолте. Не в пред-дефолте, а в дефолте. Потому что ее просто, будем говорить, разорили по полной программе, набив при этом себе карманы. Не думая о том населении, которое осталось доживать, как говорится, доедать и донашивать. Вот. Поэтому, как бы, у меня, например, но могу сказать одно, по сегодняшней празднике. Почему-то, мне кажется, что рано или поздно они пройдут наступление, они не успокоятся. И нам еще, наверное, придется встать в очередной раз, включен-включен на защиту наших граждан. То есть, ваш прогноз, что наступление все-таки, они организуют, да, что-то будет? Да, в плане уже даже миссия ВСЕ, которая попала под обстрел именно ВСУшная, тоже понимает о том, что Украина не остановится. Ну, вы понимаете, может быть, это и не ВСУ обстреливают, там же Штербат и Коломойского, нет-то. Ну, то есть, они управляют, да? Они же не под контроль на Киеву, поэтому такое дело. Я прошу. И своих командиров, этих тербатов, они слушают в какой-то степени, да? Какой-то, да. Ну, а вообще, на самом деле, ну, вот нету, реально, поскольку я не оттуда, я из Москвы, да, и никогда не была на фронте, к счастью, и, надеюсь, что не буду. У меня вот в голове не складывает, ну, в смысле, мне сложно понять, они могут стрелять когда угодно, вот кому-то стукнет в голову и начинают поить просто, да? Они даже между собой обстрелы ведут, ВСУ и Торбаты. Даже между собой устраивают. Вы обратите внимание, сейчас некоторые солдаты, ну, с ВСУ, за получей вооруженных сил Новороссийск. Вот, почему? Потому что они прекрасно понимают, что это не их война. И туда себя с силой, будем говорить, затаскивают. Ну, через военкоматы и так далее. То есть было, доходило до того, что, будем говорить, с магазинов выхватывали этих молодых пацанят и таскивали на фронт. Более того, для них это просто мясо. Мясо. Знаете, вот эти молоденькие мальчики, которые их призывали, да, вот нахальным образом. В первой лицеволне очень много их погибло, потому что они не умеют ни воевать, ни стрелять. Вы же понимаете, да, когда ребенок не обучен, его просто бросают сразу в мясорубку. То есть это печально. Я вам скажу, что, когда я была там, ну, были ребята, как они сказали, военнопленные, да. Знаете, по 23, по 24 годов я с ними разговаривала. Что меня больше всего поразило, и действительно настраивали на то, что на Донбассе находится действительно Россия. Они, когда увидели, что мы обычные граждане с разных городов, допустим, встали на защиту, будем говорить, Донбасса, мы были шокированы. Потом украинские СМИ их похоронило, сказав о том, что якобы их расстреляли, зверски и тому подобное. Говорю, ну, вот видите, мальчики, вы же тут сидите, вот за одним столом кушаем, будем говорить, да. Курим, улиц, отдыхаем, общаемся, а вас уже Украина похоронила. Вот так они вас не ценят. То есть очень много таких вот случаев, что ребята просто оставались в ополчении и назад уже не возвращались. Были, которые приезжали, родители их забирали. Ален, а вот, ну, кстати, просто извините, я не знаю, можно Леной, Аленой, я пока путаюсь. А как хотите. Ну, нормально, отлично. Ален, тогда скажите, вот этот вопрос очень часто и у нас в чате звучит, и вообще я вижу там в разных СМИ, ну, в наших, на форумах, когда говорят, ты можешь, ну, как бы дают совет, что можно не идти воевать, а можно там сбежать куда-то, ну, я имею ввиду, с оккупированных территорий тех, кого мобилизуют, в СУ там и так далее, что можно каким-то образом слинять и не идти. Как вы к этому относитесь? Насколько это реально? Ну, я вам скажу, что это действительно было время, когда ребята, я прятала многих. Ну, то есть можно с оккупированной территории перейти к вам, да, пересечь границу, ну, условно, ЛДНР, остаться, пройти проверку и все нормально. Да. Ну, то есть это не те, кто все-таки пошел в армию, это не отмазка, что меня забрали там и так далее. Если ты не хочешь воевать, можно найти возможность. Да, можно найти способ перейти на другую сторону, но вы должны учитывать еще другое, что за каждыми такими вот солдатиками стоят заград отрядов. Для того, чтобы им попытаться это сделать, ну, чтобы перейти, они не стреляли в спину. Целая спецоперация. Да. У меня были, ну, я просто вам приоткрою немножко завесу, на меня выходили некоторые ребята из ВСУ. Вот я не буду рассказать вам сам процесс, но если вы в новостях обратили внимание, то переходило очень много ребят на сторону ВСУ. А действительно, я тоже говорила, говорю, ребята, вас берут призываю в армию, давала им туда переходить. И действительно, многие ребята, которые не хотели воевать, у которых получалось, переходили на сторону ополчения ВСУ. Ну, то есть, это уже отлаженный канал, можно. Ну, вот те, кто сейчас нас слушает в чате, да, и те, кто реально понимает, чтобы не идти, не убивать себе подобных своих сограждан, вот, можете, там, через меня, например, связаться, и я по вас коннектию с Аленой, для того, чтобы вы перешли на нашу сторону, на другую сторону. Ну, здорово, это круто, конечно, у меня в голове не укладывается, как такая хрупкая женщина может заниматься такими серьезными, совершенно мужскими вещами. А у меня просто без вариантов. На Украине мне пожизненно светит, поэтому, в Одессе. Слушайте. У меня, знаете, когда человека загоняют в угол, он всегда ищет выход, да? Ну, просто меня никто никогда не загонял в угол, поэтому я делаю, что должен, а там, ну, что будет. По зубу, сердце, душе, ну, как-то так. Вот, допустим, сейчас я не там, да, я нахожусь на территории Российской Федерации, но я все равно продолжаю информационную борьбу с ними. Да, я, кстати, обязательно скину в чат ваш блог, ваш ЖЖ. Я вам больше того скажу, я в курсе, что после одной моей статьи Аваков, товарищ Аваков, вызывал все свое ближнее окружение и на полиграфии его обследовал. Отсюда я в курсе. Но это, кстати, еще и говорит о том, что они мониторят, да, как бы там ни было, все мониторят. А, моя каждая, любая моя статья ложится в основу моего уголовного дела. А, плюсуется там, в том растет. Конечно. Бумажками пополняется. Хорошо, ну и вот в связи с этим вопросом по поводу того, что вы сейчас здесь в России, не в Одессе. Как вы думаете, когда это может произойти? Вообще, насколько это реально, что вы вернетесь в Одессу и вы будете жить там нормальной жизнью, человеческой, обычной? Это насколько это реально и когда это может произойти, ваши прогнозы? Это все реально. Прогнозировать сложновато в нашем, как говорится, деле, потому что они настолько бывают, эти прогнозы... Неблагодарные. Да, я не люблю ставить прогнозы, но я предполагаю, что то, что сейчас творится на Украине, вот с этими реформами, с этими законами, которые они принимают, они доводят просто... Они уже довели людей до нищеты, а сейчас начнутся, смотрите, тарифы. Они приняли еще один закон, что теперь могут выселять из жилья за неуплату по коммунальным платежам. То есть, еще немного, да, народ еще, как бы, будем говорить, не знает, что ему делать, но когда он захочет кушать, реально, и это будет ни один, ни два, ни три, а это будет масса, вот тогда я думаю, что они сами встанут и как бы упростят нам задачу. Могу сказать одно, пока власть киевская платит пенсии, вот за счет вот этих пенсий еще мало маски, молодежь, которая живет за счет пенсионеров сейчас, вытягивается. Как только прекратят платить пенсии, месяц-два, поверьте, будут бунты, это будут просто голодные бунты, потому что люди, работы нет, денег нет, вы понимаете, да? В Одессе сейчас уже бандитизм развивается, потому что у нас нет ни полиции, как говорится, если раньше была у нас милиция, и все понимали о том, что если вызвал 102, приехал наряд и решил вопрос, допустим, да, там, следователи и тому подобное, то сейчас это просто уничтоженная, будем говорить, вся правовая система, то есть там, получается, сейчас беспредел. Ален, а можно вопрос, мне как россиянке, да, тоже, ну, поскольку вы там из Одессы, и тоже этот вопрос очень часто возникает на различных площадках для обсуждения. Почему Одесса, вот сейчас я, вчера был там, вчера, да, по-моему, или позавчера было, факельное шествие было, да? Как Одесса может это допустить, почему сейчас не происходит того, что было вот в период, когда вы там были до 2 мая? Там же очень активно шло сопротивление. Почему сейчас ни в Харькове нет, ни в Одессе нет? Почему, с чем это связано? Ну, насчет факельного, я попытаюсь объяснить вам, смотрите, факельное шествие, которое проходит по Одессе, чтобы вы понимали, это свозится рогурье, и вот оно ходит. Вот, знаете, грифующие автобусы, которые из города в город катаются, и так далее. Даже вот вчерашнюю, посмотрите, акцию по Савченко, вот этой вот, Надине, вот я обратила внимание, что согнали возле Дюка админресурс, который люди стояли, они не от удовольствия стояли, их просто заставили выйти, постоять. Да, есть маргиналы, упоротые у нас, но их немного, их очень мало, потому что многие уже понимают, что революция гидности их привела за черту бедности, будем говорить так. Вот. Факельные шествия, вот эти, которые они проводят, акции устрашения, на одесситов они уже в роли не играют. Ну, после этого ужаса, да. Да, дело в том, что ужас 2 мая уже прошел, единственное, что, ну, Одесса долго запрягается, но если запряглась, то она уже поедет, но, к сожалению, нашему смыслу я сейчас не вижу одесситам вставать там или что-то еще делать, потому что 4 мая, по моим данным, когда вот, 14-го года, когда освобождали наши одесситы с городского управления, так вот, вокруг Одессы стояло более 70 автобусов с вооруженными людьми, и Киев отдал приказ, если только Одесса встает, просто зачищать, стрелять на поражение, то есть вы понимаете, да, они не остановятся ни перед чем. Одесса это стратегический город, поэтому они сейчас его обложили со всех сторон, чтобы вы понимали, на сегодняшний день на территории нашего города находится ЧВК. Не украинские ЧВК, а именно НАТО. Да, вот если вы слышали, какое произведение было в Америке Blackwater, только оно сейчас так не называется, но по-другому, я не помню название, про мониторию назову. Так вот, на многих предприятиях мы знаем, где они находятся, в каком составе, в каком количестве, какое у них вооружение, ну и так далее. То есть мы в курсе, но на данный момент сейчас подняться, вы обратите внимание, если Одесса по куполам, АНБ, прослушка бешеная, то есть по телефону сказал, все, понимаете, да, тебя слушают всех, абсолютно, и пенсионеров тоже, потому что они их и боятся, потому что пенсионеры это все-таки у нас Советский Союз, многие войну прошли, и у нас семья тоже, будем говорить, фронтовика, воспитывались мы в таком духе, может быть, это и гены, как говорится, и далее, если узнать. Да, вот я помню до сих пор рассказы дедушки свои, бабушки, как они жили, как они воевали и так далее. Поэтому, ну, об этом можно было бы говорить. Одесса, поверьте, и Одесса, и Харьков, настроение людей, когда бы это уже все закончить, и все ждут вежливых. Как многие одесситы смеются, если вежливый, если армия ВСМ приедет в Одессу, мы будем целовать следы от гусениц, понимаете? Да, да, да. И встречать с цветами. Единственное, что если, вот сейчас даже если поднимется какой-то ориентир в городе, они его подавят. Ну, то есть нужна какая-то поддержка, да, вы об этом? Ну, для того, чтобы Одесса встала, нужна поддержка. У меня идея фикс. Объяснить все-таки нашим вооруженным силам Украину, что на сегодняшний день все, что происходит, так называемое АТО, они имеют право участвовать в антитеррористической операции. Если бы объявила Украина, что идет война, тогда имеют право применить вооруженные силы Украины. На сегодняшний день антитеррористическая операция, это могут быть милиции, это может быть СБУ, все. А ЧВК могут? Ну, ЧВК уже все, они верят, понимаете? Частная военная компания, это частная военная компания, будем говорить так. А я говорю за вооруженные силы Украины. И вот когда армия и командиры, которые стоят во главе, повернут свое оружие не против народа своего, а против вот этих упырей, которые захватили власть, тогда будет, конечно, хорошо. Мне кажется, в Одессе жесть будет. Ну, вот, я бы хотела, чтобы все-таки армии, которые там находятся, в Одессе, ну, их немного, но есть, повернули бы оружие не против одесситов, а наоборот. Но, к сожалению, очень много привезли с западной Украины, а они, простите, упоротые. Поэтому им ушли, что Россия агрессор, что Россия напала и так далее, хотя на самом деле нечувствовало. И все. Армии российской нету на Донбассе. Добровольцы, да. Ясно, а вам хочется, ну, просто я знаю особую любовь одесситов к своей родной Одессе, ну, такие, знаете, прям вот ярые патриоты, про Одессу нигде нельзя ничего сказать вообще, что-то против, там начинается просто тапками закидают, если не дай бог. Хочется вернуть, ностальгия. Есть такое, очень, очень, я скучаю за морем, за нашими улицами, уличками, как говорится, булочками. Ну, вы знаете, вот я смотрю сейчас вот по новостям, ну, ребята мне фотографии посылают, ну, я смотрю, конечно, от того солнечного города мало что осталось. Я смотрю сейчас, просто даже вот на лица людей смотрю, прохожих, они все задумчивые. То есть, я думаю, что 1 апреля уже в Одессе как бы не будет так праздноваться, как раньше. Ну, дай бог, конечно, да, понятно, войны имеют свойство заканчиваться. Вот, рано или поздно это может быть, когда война прекратится и город станет свободным. Может быть, поколение другое уже правильно, потому что 25 лет, вот эта молодежь, посмотрите, чему обучали. Фактически все разложение пошло вот после того, как пошел развал Союза. Они же, будем говорить, историю, кто учился и учится до сих пор все в шоке. Когда читают, обучают, если ты сам своему ребенку не расскажешь, что была Великая Отечественная война, допустим, да, что были жертвы, что было то, 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 детям это не преподают. Я старшей дочери своей сама рассказывала о Великой Отечественной войне, когда она началась, почему, когда была победа, ну, и так далее, многие тонкости. Так что вот так вот. Ален, смотрите, у нас вот, ну, как бы уже, наверное, дня три, да, наверное, подряд я делаю скайп-включение там с разными людьми, и один вопрос звучит, который я тоже хочу задать и вам, я и у Лены, сейчас перед вами была же Лена Бойко, да, и вам хочу тоже задать этот вопрос. Как вы считаете, ваше мнение, что Россия делает с Украиной? Ну, то, что Украины, как фактически, как государства, нет, да, уже, и победа будет за нами, это тоже безусловно. В общем, если пофантазировать и представить себе вот то время, когда все, там сменится правительство, которое будет адекватным, нормальным, лояльным к России, вот что в тот момент нужно делать России с Украиной? Куда девать вот эти толпы, сведомых, что с ними делать? Ай, что с ними делать? Я бы вам сказала, на перевоспитание их. Куда? Ну, куда? Ну, скажите, скажите, не стесняйтесь. Куда? Ой. Не, ну, понятное дело, что когда все это закончится и придет нормальная власть, которая будет действительно любить свой народ, потому что Украина же придется восстанавливать, потому что инфраструктура вся, которая на сегодняшний день, будем говорить, на Донбассе целенаправленно уничтожена. Более того, распадаются земли, ну и так далее. Сведомых, допустим, ну что, согнать их в одно место. И аннигилировать. Хорошо. Да. Я сказала за вас. Ну, на самом-то деле, вы же понимаете, что это одна из самых серьезных проблем, да, потому что далеко не все лояльные. И в Одессе, и в Харькове, чего греха таить, да, вы прекрасно знаете, что есть достаточно большое количество людей, которым Россия нафиг не нужна. Я, кстати, хочу у вас еще спросить, вы за то, чтобы было присоединение вот этих областей, ну, Одессы, да, в частности, к России, или это все-таки просто лояльная часть Украины? Одесса, русский город, навсегда была в составе, будем говорить, Мовороссия, Новороссия и так далее. То есть, это Россия. Извините, почему, когда произошел развал Советского Союза, меня же никто не спросил, где я хочу жить. Референдум, который был проведен, поверьте, люди были все за то, что постался Советский Союз. Да, нас никто не спросил. Все было хикцией и тому подобное. То есть, ко мне в дом пришли, навязали мне свои условия, более того, объявили еще и мне войну. Ну, вы меня извините, ребят. То есть, за Украину, ну, Украина, ну, была себя у СССР. Ну, ничего, ну, зато в составе, ну, вы знаете, Советский Союз уже не возродит. Скорее всего, это будет Евразийский Союз. Ну, а там уже высшие органы власти должны понимать о том, принимать решения. Мы как что? Мы будем помогать восстанавливать все, что они разрушили. Ну, вот, как бы не вопрос. А остальное, ну, есть у нас вышестоящие эшелоны, которые принимают решения, правильные решения. Я скажу, что Российской Федерации повезло, он действительно президент, который очень любит свою страну, государство, Россию. Он делает все возможное и невозможное для своего народа. Да, многие сейчас стараются на него там, ну, я мониторю, читаю, да, там, я их называю путин-сливщики. Я их не воспринимаю вообще, потому что они даже не понимают, что они там делают. На сегодняшний день, сейчас, можете себе представить, на Россию ополчился, будем говорить, почти весь мир. И вот он один защищает своих граждан. Да, санкции, да, тяжело, но ничего. Посмотрите, что сделали с Украиной. Америка не успокоится, ей нужна Россия. Вот эта Украина, то, что они творят у нас на той территории, это все они прощупывают, они обкатываются для того, чтобы идти именно сюда. Они же на данный момент, посмотрите, вот ваши гран-пасосы, извините, что я так называю, есть у вас тоже здесь либеральное такое свино, нацисты есть. То есть, кто я мониторю, которые сидят, будем говорить, на деньгах Госдепа, я, кстати, об этом уже писала неоднократно, вот, и этом разваливают изнутри, то, что делали с Украиной. Понимаете? Здесь уже свободно гуляют бандерлоги, я их иначе назвать не могу, извините. Свободно выкрикивают, допустим, слава Украине, героям слава и так далее, тем героям, которые убивали мирных граждан, будем говорить, нашего государства Украина. То есть, свободно, ну, это демократическое государство. Россия, здесь демократия на лицо. Но я бы на месте президента пожестче с ними обращалась, честно говоря, чтобы не допустить того, что... Я с вами согласна. А вообще, Россия, Украина, это один народ. Славяне, мы все славяне. Просто нам внушают, нашим детям, бог знает, что, как говорится, не хотело выражаться. Когда-то Гитлер как сказал, да, вспомните? До тех пор, пока россияне не поймут, что они русские, белорусы белорусы, а украинцы украинцы, советский союз развалить невозможно. Вот вам, пожалуйста, что и происходит. Что внушают свои снации Украине, да, украинцы, русские и белорусы. То есть, фактически, фактически пытаются стравить три братских народа. Да, к сожалению, именно так и происходит. А мы одно целое. Так, Ален, скажите, пожалуйста, извините, что я вас перебила, а вот вы же сейчас в России, да, и, ну, политики вы, да, как бы там ни было, все равно вы связаны с политикой. Скажите, а помогают вам вот эти навыки, приобретенные на фронте, да, помогают ли они вам быть, ну, таким, как же сказать, мудрым политиком, там, да, который знает, как, где, как пристрелить кого-то грамотно, тихо. Нет, я никого не убила. Ну, вы понимаете слово, да? Честно. Я всегда молила Бога, чтобы не воспользоваться ни разу. Нет, я не веду выдержку, да, которая нужна по-любому, там, спокойствие, мудрость, я про это говорю. Помогают ли вам вот эти качества политические в вашей карьере? Да. Что вы просчитываете, да, наверное, чем все может быть. Конечно, я продумываю каждое слово, каждое движение. То есть, чтобы не навредить, потому что, как, твоя, вот моя, допустим, да, внутренняя сторона, я думаю, да, допустим, это моя субъективная точка зрения. Для того, чтобы ее озвучить, нужно отмониторить, посмотреть, потому что при совокупности мнений и, допустим, ситуации, которые разворачиваются, и тогда можно только сделать какой-то правильный вывод и правильный шаг. Ну, я вам скажу так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, это, конечно. Поэтому, как бы, не могу сказать, что все идеально получается, но стараюсь. Хорошо, я понимаю, что вы стараетесь. Наступая, бывает ли у вас какой-нибудь, ну, в какой-то момент, знаете, такое отчаяние, что хочется все послать к черту, там, махнуть рукой, да, живите вы как хотите. Вообще, я вот в России, у меня все замечательно, не хочу больше этим заниматься. Бывает так? Я очень люблю свой город, и я даже не думаю об этом. Я делаю приближение, чем могу, приближаю момент освобождения от оккупации нас в Одессу. Здорово. Я считаю, что она оккупирована. Ну, конечно, я тоже так считаю, что она оккупирована. Я очень, я была в детстве в Одессе, и мне очень хочется туда попасть снова. Ну, сейчас, конечно, я боюсь это сделать, хотя зовут, но я боюсь. Не рискуйте. Ну, да. При этом знакомый из Харькова, который тоже был в скайпе, сказал мне, у нас все замечательно, приезжайте. У нас все хорошо, в Харькове все спокойно, и никто ничего с тобой не сделает. Я в этом сомневаюсь. Алло, вопрос. Где планируете быть на 9 мая в этом году? Где планируете быть на 9 мая? Хотелось быть дома. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Конечно, хочется с флагами, с нашими танками встретить 9 мая в Одессе. Ну, а если реально? Вы будете, ну, я имею в виду, вы поедете в республики или останетесь в России? Я об этом. Нет, я буду здесь. Ну, здорово. Возможно, мы с вами встретимся где-нибудь на Красной площади, кто его знает. Ну, и давайте все-таки немножко закончим нашу беседу. Мне хочется, во-первых, узнать. У Лены спрашивала, теперь у вас спрашиваю. Ваши, назовите ваши три самых сильных качества. Знаете, я себе как-то о качествах своих коммуникабельна, договороспособна. Ну, и деньги. И умные, и красивые. Можно дальше перечислять, конечно. Хорошо. Теперь скажите ваше любимое блюдо. Мое? Да, ваше. И меню. Сами делаете? Или покупные? Свои домашние люблю. Отличные. Ну, делайте, да, их сами. Потому что я в свое время очень любила, но когда в Москву приехали, я их перестала лепить, потому что времени на это не было уже. А я в Москве приобрела себе пельменицы. А, знаю, знаю. Да, мы же одесситы, мы же всегда найдем выход из положения. Понятно. И делайте пельмени. Хорошо. А можете еще дать какой-нибудь несложный рецепт? У нас же очень много мужчин в чате, которые наверняка будут радовать там своих жен. Какой-нибудь рецепт ваш одесский какой-нибудь, знаете, такой, цинист такой. Ой. Ну, рецептов в Одессе очень много, но я вам скажу, я очень люблю жареных бычков. Особенно после того, как сходишь на банку, наложишь их самостоятельно. Ну, извините. И потом их пожаришь. С бычками пройдет. То есть я еще и палку люблю. О, здорово. Да, люблю ловить рыбу. Серьезно. Ну, тогда рыбный какой-нибудь, ну, кроме бычков. С бычками как бы не получится. Ну, я люблю еще карпу запекать по-пекински. Это как? Карп по-пекински. Значит, его обжариваем. Угу. А вот, как обычно на сковородочке. Отдельно готовим карамельный соус. Угу. Там с белым вином, соевый соус, соль, перец, все по вкусу. Вот, чуть-чуть добавляем крахмала. Дальше это все рыбку нашу, обжариваем отдельно на сковородочке лучок. Вот, фаршируем лучком нашего карпика. Заливаем вот этой карамелькой и ставим на микроволновую шпу на 2 минуты, для того, чтобы карамелька загустела. Угу. Тогда очень вкусно пальчик будет. Ой, слушайте, я сейчас слюной начинаю захлебываться, правда, я просто, у меня хорошая фантазия, я представляю, как это выглядит красиво еще. Очень вкусно. Помимо того, да, что вкусно. Ой, здорово, слушайте, с карпиком хорошая идея, сейчас, наверное, после эфира займусь карпиком, точно. Ален, ну, у вас есть возможность поздравить наших женщин в чате, что вы можете пожелать? Девочки мои, поздравляю вас всех с 8 марта, с весной. Девочки мои, желаю вам всегда быть красивыми, любимыми, улыбаться, несмотря ни на что, бороться вопреки всему. Но самое главное, чтобы вас любили, потому что без любви мы ничего, нас должны любить. Когда нас любят, мы светимся и изнутри, и снаружи. Я желаю вам всем мирного неба, счастья, здоровья, ну, всего-всего самого светлого. А будешь улыбывать? Спасибо вам, Ален. Не могу, здесь я, пока я смотрела на вас, да, ну, я смотрю на экран, а не в чат. Мне интересно смотреть как бы в глаза собеседнику. А в чате обижаются, что я не задала вам вопросы, поэтому после вашего... Давайте я... Разрешите, я задам еще, хорошо? Ну, во-первых, как Алена относится к проведению силовой операции по свержению хунты на всей территории Украины воинами ЛДНР при поддержке Северного ветра? Воинами ЛДНР поддерживаю более чем. Но силовое, вы знаете, они сами сбегут скоро. Скорее всего, что силового не будет. Может быть, сами радикалы, которые есть, правый сектор, Ярош, все остальные. Может быть, все эти тербаты соберутся и просто будут убирать Порошенко, свергать. Ну, не знаю. Вот этот Майдан, который был, который сдулся, чтобы вы понимали. Ну, я об этом писала, что его не будет. А вот третий Майдан, который поднимется, он будет кровавый. Это будет бойно. Вы все должны понимать, что олигархи, которые на Украине есть, они не успокоятся. И то, что сейчас происходит, их не устраивает. Чтобы просто тоже это понимать. Они сами себя сожжут, как полки в банке. То есть армия, будет говорить так, ВСН, это вооруженные силы Новороссии, уже придут как бы... На готовые. Я надеюсь, да. Ну, мне тоже сложно представить, что будет миллионник, будет там, не знаю, какой-то военный захват силы. Ну, плохо я себе это представляю. Что Харьков, что Одессу. Ну, такого быть не может. Не должно быть просто такого. Я за мирный путь. Я тоже. Я за мирный путь. Я считаю, что те, которые сейчас там находятся, рано или поздно должны понять, что, может, хватит убивать, может, хватит смерти, если так много крови пролито. Столько людей погибло. Ведь они же убивают своих собственных праздников. Да, да. Ален, еще один вопрос заключительный из чата, и мы вас отпустим. Потому что я понимаю, что у вас же тоже праздничный день. Ну, на самом деле, интересный вопрос. А с чем связано? Как вы думаете, с чем связано, что Одесситы, ну, пусть даже не Одесситы здесь, наверное, а вообще в принципе, очень много украинцев есть, которые приняли сторону руины, но при этом они даже сейчас, на сегодняшний день, более радикальны, чем западенцы. Сейчас у меня ощущение, что западенцы ведут себя более адекватно, чем вот средняя часть Украины. У вас нет такого ощущения? Как вы можете на это... Я вам скажу только одно. Это... Да, есть упоротые, я их называю упоротые до мозга костей. У меня даже знакомые есть такие, которые были нормальные-нормальные, а потом в одну минуту у них тундвер сработал и так далее. Могу сказать одно. Это люди, которые с неустойчивой психикой. Значит, телевидение, 25-й кадр никто не отменял. То есть идет действительно зомбирование населения. Слушать телевизор, да, это одно. Но когда ты его смотришь, то есть у тебя автоматически идет программирование твоего мозга. И если у человека слабая психика, ну немерная система, то он программируется. Потому что не все попадают, но многие, которые были, допустим, да, вот вроде как с Россией, там, смотришь, опа, у него немножко изменилось отношение. Но в основной массе, я вам скажу, что в Одессе, в Одессе упоротые, это только приезжие, одесситы, которые любят свой город, поверьте, вот с каким настроением были, таким же и остались. Более такой, я вам приведу пример. Товарищи евромайдановцы, которые собирались у Дюка в свое время, когда был Майдан в Киеве, у нас был Майдан возле Дюка, антимайдан Куликова. Так вот, эти ребята на сегодняшний день, евромайдановцы, которые стояли за европейские ценности, сейчас в шоке. Ну, это Одесситы. Именно Одесситы сейчас в шоковом состоянии, от происходящего вообще в стране. Так они говорят, не из-за этого мы стояли. Ну, правильно. Мы же с вами тогда разговаривали, они приезжали к нам на Киевское поле, да, нормально, нормальные Одесситы. Они такие, как Марк Гардиенко и Резвушка, наркоманы кончены. То есть, простите меня, что я так сказала. Жене, блин, надо уже, наверное, лечиться. А Гардиенко, смотри, там книжечки подписывает. Ну, это чисто бизнес. Говорят, ничего личного, сугубо бизнес. Это люди пришли заработать денег, не больше, не меньше. Их не интересует Одесса, их не интересует бабло. И все. Ведь война – это грязь. Где больше всего зарабатывали? На войне. Так вот, на сегодняшний день просто вот многие на этом зарабатывают валюту. Ни больше, ни меньше. Их не интересует люди, их не интересует, что там происходит. Их не интересуют бабки. Для того, что они думают, что они себе безбедную жизнь этим организуют. Да, он мародерили, намародерили, ничего. Ну, придем, все забыло назад. На церновь не живет. Он не оценил. Земли продает. Ну, молодец, миллион гектаров. А что, чернозем не продать, да? Ну, что, придем, заберем. Пускай продают. Мы, кому будем должны, мы всем прости. Потому что на сегодняшний день, извините, конечно, может быть, это не к теме. Для меня, как для, будем говорить, правозащитника, Янукович до сих пор остался легатимным. Нравится кому-то это, не нравится это кому-то. Но на сегодняшний день по закону он был свергнут. Да, понятно, что он сбежал там, но он за свою жизнь, в принципе, как бы... Ну, он правильно сделал, с одной стороны. А с другой стороны неправильно сделал. То есть тут можно дискутировать очень сильно. Но, согласно закону, начнем с того, что многие, вот это ИО президента Турчинов, которое развязал гражданскую войну и назвал АТО, вообще у нас в Конституции такого нет. То есть все, что происходит сейчас на территории Украины, это все беспредел. Права никакого уже нет. Защиты нет. Посмотрите, что они вытворяют в судебной системе. Судьи боятся выносить законные решения. Ой, судами там вообще жесть. Понимаете, да? Да. Ну, есть и продажные судьи. То есть за бабки они сделают суд. Есть и такие. Но сколько веревочки не весят, ей придет конец. Как ни крути, как ни верти. Сказать это будет год-два, я ничего не могу. Я не Господь Бог, я не ясновидящий. Но все идет к тому, что, ну, вот пока, я же еще раз говорю, пока они платят пенсию, люди еще живут. Как только прекратят платить пенсию. Ребят, месяц-два, и вы увидите, что ли. Так что вот так. Порошенко, который пришел к власти, ну, вы знаете, я не знаю, чей он президент. Явка в Одессе была чуть больше 20%. Понимаете, да? Я думаю, скорее всего, даже явка именно была, а голосовали или не голосовали. Ну, дай Бог, чтобы там проголосовала по 15%. То есть, на всю Одессу. Ну, в общем, Одесса наш. Да, Ален, Одесса наш? Одесса наш. Конечно. И что бы ни говорили, запомните, настоящие одесситы думают по-русски. Все остальное, которое выкрикивает Рабульо, ни больше, ни меньше. Я им называю село Мякиосомое. В колхоз пути или часть 7 лет без урожая. Ну, а что делать? Им платят за это. Вот они и ходят, и кричат. А вот вчерашняя поддержка, вот мне аж показала, вот эта поддержка Савченко, еще раз повторюсь, люди стояли, потому что их заставили стоять. Это все время. Они просто доиграются до того, что, ну, Одесса, чтобы поднялась, надо долго, она очень долго будет сидеть, думать, взвешивать. Но пока ее не достанет. Понимаете, да? Ну, еще, конечно, мы все прекрасно понимаем, что есть еще, будем говорить, клан кандидский. Вот. Вот пока они там между собой решают, когда еще и они объединятся, вот тогда и будет все здорово. А пока... Вот такое. Понятно. 50 на плюс. Ну да, да. Одни просто стоят в стороне. Другие ждут. Другие... Ну, вот как-то так. Ну, товарищам СБУшникам могу передать одно, если у меня такая возможность, потому что, скорее всего, если появится это в открытом доступе, и они меня услышат, увидят. Могу сказать одно. Мальчики, все ваши преступления, которые вы совершаете против наших виситов, мы в курсе. Поэтому подумайте, прежде чем какой-то шаг совершить или поступок. Прекращайте стряпать дела. Прекращайте. Вам еще жить в этом городе. Если вы хотите, конечно. Спасибо. И воздушный поцелуй прямо здесь просится для СБУ. Ну и для чата нашего. Ален, спасибо вам огромное, что вы нашли возможность. Я еще раз поздравляю вас с нашим весенним праздником. Счастья, любви, мирного неба и скорейшего возвращения на вашу любимую родину, в вашу красивую Одессу. Спасибо огромное. Всего вам хорошего. И сейчас, когда я отключусь, я поставлю для вас ролик, который я специально искала для вас. Ну, это музыкальное поздравление. Спасибо. Хорошо. Ну, тогда всего доброго. Я с вами прощаюсь. До свидания. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...